Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Техногайдз. Здесь мы практически в каждом ролике говорим о новых гаджетах. Поэтому давайте подпишемся на канал прямо сейчас, чтобы не пропускать актуальные новинки, в том числе те, до которых у ребят с более крупных каналов не всегда доходят руки. А в этом ролике посмотрим на новинку от бренда Блади. Игровая гарнитура Блади G575. Модель только-только появляется в продаже, и вот она уже, как видите, у меня. Сейчас все о ней расскажу. Погнали! Сразу к главному. Цена вопроса 1100 гривен или 40 долларов по текущему курсу. То есть, относительно недорогой сегмент игровых гарнитур, тем не менее, здесь вот есть виртуальный объемный звук 7.1. И Блади как раз один из тех брендов, которые сделали эту полезную и прикольную фишку, доступной в том числе в бюджетном игровом сегменте. Раньше, еще не так давно, это была прерогатива топовых моделей. Что такое виртуальная 7.1, я думаю, объяснять не нужно. Уже не раз останавливались на этом. Фишка в том, что звук позиционируется в пространстве. И вы слышите и понимаете, с какой стороны вас стреляют, откуда слышны шаги и подобные вещи. В шутерах очень полезная тема. Но хватит болтать, давайте откроем и посмотрим, как обстоят дела на практике. Упаковка в стилистике Блади тут без сюрпризов. В принципе, все характеристики и фишки указывают на коробке. И традиционный прозрачный вырез, через который можно оценить, как вообще эти наушники выглядят в реальности. Комплект, как таковой, это сама гарнитура и гарантийный талон. Да больше, в общем-то, ничего и не нужно. Все, что вам надо, написано на коробке. Посмотрите, какой клевый дизайн. Вот мне нравится подход Блади. Раньше у них были аксессуары такими более вычурными, с яркими акцентами. Но потом они отказались от этого в пользу вот такого умеренного минимализма. Игровая составляющая угадывается сразу. Но ничего чрезмерного оляповатого нет. Короче, выглядит достойно и сразу так и не угадаешь, сколько такие наушники могут стоить. С оголовьем интересная тема. Оно тут не сплошное, а как бы, видите, в виде двух таких половинок. Со своей задачей они справляются. По ощущениям, меньше давят на голову, чем если бы здесь было сплошное оголовье. Посадка очень мягкая. И плюс на этих половинках оголовья есть подвижные элементы, которые как раз оптимально подстраиваются под форму головы. Респект за такое решение. Странно, почему раньше так не делали. Чаши полностью из матового пластика. Никаких отпечатков не собирают. Царапины, потертости. Тут уже зависит от того, как будете пользоваться. У меня такие аксессуары обычно долго сохраняют свой товарный вид. Амбушюры покрыты эко-кожей. И заявлены они как 3D memory foam. По-нашему это типа эффект памяти. Вообще по классике эффект памяти это когда вы вот так сжимаете. А оно не сразу принимает первоначальную форму, а как бы подстраивается под воздействие. На практике я такого вот выраженного эффекта здесь не увидел. Но при этом амбушюры вот у меня сидят очень мягко и точно не давят. Может быть за счет того, что оголовье тут не сплошное. И соответственно не такое тугое, как оно бывает. Плюс чаши подвижные. Это тоже важный момент. В результате эта гарнитура, наверное, одна из таких моделей с самой мягкой посадкой среди всех, которые мне приходилось тестировать. Провод здесь сплошной. Никаких подключаемых элементов нет. На конце USB. А вот в этом вот проводном пульте управления находится чип, отвечающий за 7.1 объемное звучание. Кабель в тканевой обводке. Его длины хватает за глаза. 2 метра. И для ноутбука, и для компьютера. Даже если компьютер стоит где-то далеко под столом. С пульта мы можем управлять громкостью. Обратите внимание, что никаких элементов управления, никаких крутилок на чашах наушников нет. Все делается вот здесь на пульте. Здесь же включение и отключение микрофона. И подсветку можно включать и выключать тоже с пульта. Вот таким образом это делается. Подсветка не навязчивая. Это RGB. И вот так она мягко играет разными цветами. Подсвечивается логотип и небольшая окантовка. В меру эффектно и точно оно не мешает. Что по звуку спросите вы? Звучат наушники неплохо, а для своей цены таки вообще хорошо. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность 105 дБ, сопротивление 16 Ом. Как это часто бывает с игровыми наушниками, акцент здесь идет на басы. Но при этом даже на высоких частотах динамики не хрипят, не срываются, а ведут себя очень достойно. Возможно звук здесь не такой детализированный, как в топовых моделях с более широким диапазоном частот. Но надо понимать, что эти наушники создавались для игр. И если вы используете их прицельно в играх, то никаких претензий в принципе быть не должно. По-настоящему раскрывается гарнитура во время игр с использованием виртуального 7.1. Вот здесь действительно играешь и понимаешь, что каждый доллар, который вы потратили, он полностью отрабатывается. Очень крутой эффект, нет никакого смысла платить больше. Традиционный тест записи звука на микрофон гарнитуры. Вот сейчас звук записывается на этот микрофон. Специально к этому фрагменту не буду применять никаких пресетов, чтобы вы оценили звук вот как есть из коробки. Может быть громкость подтяну немного и все. Расположен микрофон очень удобно на вот такой гибкой штанге. Есть поролоновая защита. И главное, что микрофон съемный. Его можно снять очень удобно одним движением. Если он вам в игре не нужен, просто снимаете и он не будет вам попадать в боковое зрение и мозолик глаза. Потому что даже вот когда наушники надеты, то даже если его отогнуть, он все равно будет краем глаза виден. В итоге, Bloody G575 это ультимативное решение для игроков, которые хотели бы за адекватную цену получить все преимущества современных геймерских наушников. В первую очередь, конечно, виртуальное объемное звучание 7.1, ради которого, наверное, многие и перейдут с каких-то более старых своих наушников на эту модель. Тем более, теперь это недорого. В остальном, это интересная современная гарнитура с подсветкой красивой, отключаемым микрофоном, приятной очень и необычной эргономикой оголовья, ну и хорошим звуком за свою цену. Если ваши требования совпадают с тем, что я перечислил, то берите, не пожалеете точно. На этом все. Поддержите это видео лайком, если понравилось, подпишитесь, пожалуйста, на канал, если еще этого не сделали. И увидимся скоро в новых роликах.